На предыдущем уроке мы уже немножко говорили про цуратопетах, и я сказал, что хотя цуратопетах это, конечно, очень легкий способ что-то окружить, это самый простой из всех способов обычно, как с помощью фактически всего лишь двух палок и лески над ними можно какое-то место считать закрытым, да, и не нужно тогда строить какие-то двери, какие-то стены, да. И это обычно самый простой способ, то, что делают многие люди, например, в праздник Суккот, чтобы в субботу можно было в Суккот принести из дома досуки то, что требуется, да, в шалаш принести свою еду и так далее, посуду, вот. Ну и другие ситуации, когда нужно какое-то место окружить, вообще в идеале, я уже говорил не раз, что если можно сделать это эйруф, то следует его сделать, потому что это очень много помогает, и в том числе, чтобы женщины могли с коляской, с маленькими детьми пойти погулять. То есть, как говорил Раби Вайсман, нужно иметь милосердие для еврейской женщины, да, что она сидит в субботу в своей квартире и не может выйти на улицу, когда у нее грудные дети. А так, если есть эйруф, то эта вся проблема решена, поэтому эйруф это очень важная вещь, когда, возможно, его делают. В суратопедах это один из очень простых способов, самый простой, наверное, как можно что-то окружить, да, что-то перегородить. Но вот оказывается, что детали того, когда именно это работает, это не так просто. И в частности, в местах, где есть эйруф Тарабим, в больших городах, возможно, эйруф Тарабим, там, соответственно, суратопедах не работает, по большинству мнений. И, с другой стороны, я уже говорил, что есть мнение, что какие-то большие города, может, даже в наше время все большие города, похожие на эйруф, не считаются эйруф Тарабим из-за технических причин, о том, связанных с тем, как строятся сегодня дороги и дома вдоль них. Так вот, сегодня я хотел обсудить еще одну деталь суратопедах, которая обсуждается здесь. Во-первых, я уже говорил, что суратопедах, это действительно должно быть похоже на вход, да, это не просто шутка, да, это должно быть достаточно близко к настоящему входу, настоящей рамы, да, настоящая рама, настоящие косяки. И что для этого требуется? Во-первых, косяки должны быть достаточно крепкими, то есть невозможно повесить какие-нибудь веревки, например, вертикально, и сказать, что это мой дверной косяк. Наверху, да, может идти просто веревка или леска, только нужно проверить, чтобы она не обрывалась, да, чтобы крепко была натянута. Но вертикально должны стоять косяки, которые достаточно твердые, они должны удержать какую-то хотя бы дверь, пусть легкую дверь, но дверь. То есть теоретически этот вход, да, эта рама может удержать хоть какую-то дверь, иначе это вообще не дверной косяк, иначе это не суратопедах, то, что мы учим здесь в Талмуде. Еще интересное здесь есть утверждение в Талмуде, и вы сейчас увидите, что мы этому не следуем. А почему, я попытаюсь объяснить. Значит, сказано здесь, что мнение Реш-Лакиша, что нужно, чтобы у дверного косяка еще был так называемый гекер-цир. Это как бы вид для петлей что-то сделано, чтобы можно было уже вешать, видимо, почти что дверь. Это похоже, что не сами петли мамаш, но что-то, что с помощью этого, да, остается место, на которое уже можно вешать с помощью петлей дверь. То есть, чтобы выглядел ход почти что как настоящий вход, даже если еще двери нету, но хотя бы должны быть почти, да, почти готовы все, чтобы повесить эту дверь. Так вот, на практике так не делают. И стоит вопрос, а почему в действительности? На самом деле, у нас есть в Иерусалимском Талмуде, в нашем же трактате, спор между Реш-Лакишем и Раби Йохананом. И Раби Йоханан там не требует этот гекер-цир, только Реш-Лакиш это требует. И обычно у нас Аллаха, как Раби Йоханан, когда он спорит с Реш-Лакишем. Раби Йоханан был своего рода учителем Реш-Лакиша. Была-то целая даже история в Талмуде в нескольких местах о том, как они познакомились, и как Реш-Лакиш к нему привязался и женился на его сестре. Как бы там ни было, Халлаха, как Раби Йоханан против Реш-Лакиша. А вообще Раби Йоханан был самым великим мудрецом в земле Израиля того времени. И если бы Баби Йоханан нам сообщил, что Раби Йоханан спорит с Реш-Лакишем, тогда без сомнения не нужны были бы никакие хекер-цир, раз Халлаха как Раби Йоханан. Вопрос в том, что в данном случае Баби Йоханан ничего не говорит на этот счет. Только Иерусалимский Талмуд приводит, что Раби Йоханан он спорит с Реш-Лакишем. И тем не менее, по каким-то причинам постановили Рифф и Рамбом, и также Шуханаров постановляет, что не нужен хекер-цир. А есть решения, которые постановляют, что нужен хекер-цир. И так считают Рош и Тур. И на практике, как я уже сказал, у нас не делают так. И может быть на это есть еще одна причина. Есть общий принцип вообще в Талмуде, что в отношении Эйрова обычно мы более мягкие, если есть какой-то диспут. И хотя это в основном относится к Эйрову, связанному именно с хлебом, с вопросом перемешивания владений, но не исключено, что и в отношении многих диспутов, которые мы сейчас обсуждаем, особенно если это только Дарабона на вопросы, то, может быть, тоже можно быть мягким. Поэтому в случае Эйрова, видимо, наши мудрецы хотели, чтобы людям легко было сделать Эйров, хотели, чтобы была возможность носить. Без этого все-таки в субботу не такой уж отдых, когда человек застревает дома и не может выйти ни с коляской детской, ни отнести что-нибудь, там, подарок друзьям, например, если хочет, да, или еду какую-то принести, которой у него сейчас дома нет, или еще что-то. Очень часто нужно что-то вынести на улицу в субботу и, да, отнести другому. И поэтому очень важно, чтобы был Эйров, и поэтому мудрецы, насколько возможно, всегда старались быть мягкими в отношении Эйрова и старались, да, упростить задачу. Поэтому, может быть, тоже здесь постановили Галаху, что фактически Цурата Петра для нас это просто две вертикальные палки и над ними леска. Леску, в принципе, можно сделать, да, чтобы она не касалась этих палок, либо она шла ровно над ними, не сбоку. Но на практике обычно ее делают так, чтобы она прямо нашла на палках наверху, потому что если ее сделать над ними на каком-то расстоянии, то бывает, что она немножко сдвинется, или палки немножко сдвинутся, и уже она не будет над ними. Поэтому лучше, если она прямо вот, прямо над ними идет. Обычно делают так, берут в эту вертикальную палку, вбивают гвоздь наверху, и уже за этот гвоздь приделывают леску. И тогда, получается, леска идет над палкой. И на этом мы и закончим наш урок. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!